друзья привет вы на канале вселенная beautiful world это проект мой публичный портфель география инвестиций и сегодня мы продолжим рассматривать какие сделки я совершил в начале сентября и какие планы у меня до конца 2021 года и так сентябрь получился для меня не самым удачным месяцем я получил небольшой убыток по портфелю я зафиксировал две позиции одно это вип-шоп зафиксировал ее с убытком и вторая это компания discovery я тоже зафиксировал ее с убытком а все дело в том что компания мер достигла той цены на которой я и был ориентирован то есть 72 доллара за одну акцию и 15 сентября я ее добавил к себе портфель добавлял уже после закрытия реестра акционеров то есть был дивидендный гэп по ней но акция продолжила снижение в данный момент она торгуется в районе 71 доллара 40 центов горизонт на который взял это скорее всего ближайший месяц и я надеюсь по ней увидеть цену в 78 80 долларов за акцию из приятного компания нлмк выплатила дивиденды они пришли 17 сентября выплата составила 1770 рублей минус ндфл 13 процентов также 15 сентября прошло закрытие реестра акционеров банка хаттингтон дивидендная доходность один процент но после закрытия реестра мы увидели конечно гэп вниз и акция пошла немножко вниз то есть она растеряла весь тот потенциал который у меня уже был в портфеле но посмотрим я ее пока не буду не закрывать ним продавать в декабре закрытие опять реестра акционеров так что будем держать ее до декабря а там уже посмотрим что с ней делать итак мой портфель немножко потерял своем в весе но пока это не критично и мы все равно еще на 0,31 процента находимся в плюсе у полиметалла тоже произошло закрытие реестра акционеров в начале сентября был дивидендный гэп и цена все-таки пошла вниз я докупил еще в свой портфель 10 акций 8 сентября по цене 1465 рублей итого в данный момент у меня в портфеле 26 акций это на 34 тысячи шестьсот одиннадцать рублей средняя 1518 торгуется компания на данный момент чуть выше 1300 рублей за акцию компанию мы будем держать пока ее не будем не продавать следующее закрытие реестра акционеров в мае месяце но поддержим ее пока до декабря я ориентировочно цена по которой я готов ее продать это 1800 рублей за акцию компания вырезан телекоммуникация тоже показывает немножко отрицательную сторону в моем портфеле минусует на 3 процента но мы ее держим так как закрытие реестра акционеров состоится 6 октября выплата составит 64 цента на одну акцию это чуть больше одного процента доходности средняя дивидендная доходность по этой компании годовая около четырех процентов это хорошая дивидендная доходность после закрытия реестра акционеров по компании нлмк мы увидели 9 дивидендный гэп и акция все-таки пошла вниз как я и предполагал пошла она в район 220 я надеюсь на этом цена остановится но точно сказать конечно невозможно хорошие дивиденды платит компания закрытие следующая реестра акционеров состоится в декабре 2021 года и я все-таки надеюсь что цена акции вернется на те уровни в 270 рублей за акцию и продолжит свой рост рус agro тоже в начале сентября закрыла реестр акционеров мы по ней увидели дивидендный гэп но дивидендный гэп закрылся достаточно быстро и в моменте мы видели цену по этой акции она подымалась выше 1250 рублей за одну штуку на данный момент мы видим небольшое снижение и торгуется компания в районе 1200 рублей за акцию мы держим потенциал у этой компании есть я думаю конец осени и начала зимы нам покажут еще хороший рост а на данный момент компания у меня плюсует на тридцать четыре с половиной процента доля ее в моем портфеле очень маленько всего 10 штучек очень пожалел что я не закупил тогда по цене восемьсот девяносто два рубля за акцию эту компанию побольше интерау из минуса который у меня был после закрытия реестра акционеров еще в мае вышел наконец-то в без убыток я смог закрыть эту компанию даже с небольшой прибылью в 12 процента закрыв сделку по интерау я увеличил свою долю в тот нефти купив тот нефть привилегированные теперь у меня в портфеле 76 штук акции привилегированных и 82 акции тот нефть обычки по так нефти закрытие реестр акционеров состоится 8 октября выплата составляет 16 рублей 52 копейки это три ну почти три с половиной процента доходности в этом году общая годовая доходность составит чуть больше трех процентов доллар очень неуверенно себя чувствует это скорее всего связано с тем что рубль укрепляется и укрепляется он как раз перед выборами которые происходят в данный момент идет голосование за кандидатов в государственную думу и я связываю это вот именно с тем что сейчас именно перед народом стоит такой ответственный путь выбрать своих народных депутатов но все мы знаем что это такое поэтому пока доллар по 72 я думаю это очень хорошая цена для покупки и и потому что в долгосрочном и я вижу ее скорее всего выше 75 рублей за 1 доллар вот такой вот у меня портфель на данный момент с небольшим убытком но все же мы продолжаем инвестировать пополнение брокерского счета я произведу скорее всего где-то в двадцатых числах сентября все ждут 22 сентября когда федрезерв выложить статистику и выступит глава федре резерва именно вот его выступление и будет зависеть что будет дальше с рынками увидим ли мы коррекцию либо мы продолжим рост что касается акции китайской компании они сейчас выглядят очень привлекательно но покупать их не на допустим гонконгской бирже я бы не стал я бы не стал закупать в данный момент акции китайских компаний на американском рынке если у вас есть выход для покупки именно на гонконге это очень хорошее время для того чтобы прикупить свой портфель на долгосрок именно китайские компании что касается российского рынка то я думаю все таки сильной коррекции мы по нему ближайшие два-три месяца точно не увидим ну точнее до нового 2022 года небольшой боковик небольшой рост да я думаю будет какого-то сверх роста как тот же мечел и все остальные которые росли в начале сентября я думаю мы такого на российском рынке пока в горизонте двух-трех месяцев мы этого не увидим так что новых идей для покупки пока у меня нет если будет пополнение счета я буду набирать конечно компанию нлмк из-за того что они пока что платят дивиденды но я надеюсь они и будут дальше платить в том же объеме такие же хорошие дивиденды так что посмотрим что нам это принесет на этом все спасибо что досмотрели это видео до конца внизу в описании есть ссылка на открытие брокерского счета оставляйте комментарии ставьте пальцы вверх и делитесь этим видео в социальных сетях всем пока до новых встреч на проекте географии инвестиций